Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня у нас с вами на обзоре будет палетка Смущеный Улыбчивый Аксолотль. Вот такая вот милейшая мордочка встречает нас с вами на упаковке, и у нас с вами сегодня будет три интереснейших макияжа с разбором каждого из оттенков, матовые сияшки, абсолютно все мы посмотрим максимально детально, разберем все технические характеристики, как наносятся, как тушуются, как наслаиваются. Предвосхищая возможные вопросы, свой сегодняшний макияж я сделала у себя на стриме на Boosty, который проходит раз в месяц для третьего тарифа, и там я буквально сидя с вами, болтая, делаю себе какие-то макияжи, обычно все это максимально спонтанно, импровизировано, скажем так, и сегодня я сделала вот такую вот красоту, мне сама очень сильно нравится, и даже будучи с этим мейком, пережила покраску волос и готова выгуливать образ в люди. Я ничего не скажу вам про эту палетку заранее, сейчас никаких спойлеров не будет, как я это обычно люблю делать, так что давайте скорее переходить к полному, подробному, детальному обзору этой малышки. Можно сделать сегодня макияж с чадом, с фиолетовым оттенком и с леденящей субстанцией. На нижнее веко я бы нанесла кокетку, просто подсматривая название оттенков, и может буду на вене июне по нижнему веку им растянула бы в качестве сияшки. Я думаю, что какую-то такую комбинацию я возьму, мне хочется сделать фиолетовый макияж с субстанцией и с улыбающейся солнцем сделать макияж с нескромной, и вот как-то вот так вот покомбинировать. Да, кокетку можно использовать в качестве затемнения и для чада, и для улыбающейся солнцу. Очень многие люди недовольны тем, что палетка типа слишком яркая, слишком темная получается, мол из-за кокетки темно-малиновой многие передумали покупать, потому что хотели, чтобы она была максимально пастельной. Но мне кажется, что это классно, я обожаю, когда есть оттенок для затемнения, когда его нету, универсального какого-то, который подойдет под всю остальную гамму палитры. Мне очень грустно, то есть я вот не люблю, когда приходится за каким-то одним оттенком идти в другие палетки, что-то выбирать. Я люблю, чтобы можно было все-таки обойтись одной, постараться хотя бы, и здесь это вполне возможно. То есть мне кажется, что подобрана палитра очень хорошо. Конечно, здесь до новения июня, мне кажется, самый неинтересный оттенок, потому что он, ну, обычный тип, просто малиновая сияшка, да. В каждой палетке отами есть какой-то вот такой сатин, да, советница мглы, вообще вне конкуренции для меня в этом плане. Но на самом деле в грифоне тоже был сатин такой бордовый, очень красивый, на все подвижное веко нанесла в качестве вот просто такого заполняющего оттенка. И он потрясающе вошел в тушевку тоже бордового матового, то есть сделал себе бордовые смоки, помните этот макияж, вот так вот он выглядел. Бордовая тушевка, бордовая сияшка, ну, как бы монохромные смоки, очень красиво. Здесь тоже можно делать монохромные малиновые смоки и красивенько оттушевать каким-нибудь чадом, ну, либо улыбающимся солнцу тушевочку в бровь. Было бы очень классно. Думаю, что, возможно, мы так и сделаем. Мне просто очень хочется рассмотреть все сияшки на подвижном веке в качестве главного оттенка, поэтому, скорее всего, макияж у нас с вами будет три. Я уже нанесла на глаза базу, кстати говоря, не от Urban Decay, достала базу от Inglot почему-то, ну, решила поэкспериментировать. Очки с консилера сделала, брови, кстати, выщипала, убрала почти весь кончик. Я люблю тушевать, вот здесь вот мне нужно место для тушевки. Давайте приступать к макияжу. Я все-таки возьму сегодня в складку оттенок чада. Беру кистью от Pimena VGS7, набираю фиолетовый. Он пыльненький довольно. Я думаю, что не буду его стряхивать, потому что, ну, я хочу побольше пигмента, а если он осыпется, ничего страшного, ну, подотру. И в складку наношу этот оттеночек. Кисть я взяла небольшую, чтобы максимально плотно было, чтобы не сильно развозить его по глазу. Я пастель в макияже не очень люблю, честно говоря. Мне бы что, поярче? Ну, то есть я очень редко обращаюсь к чему-то очень разбеленному, очень нежному. У меня просто, просто не тянется рука. Посмотрите, как здорово смотрится оттенок. Наслаиваю еще немного. Сегодня у нас будет фиолетовая стрелка лайнером от Lamelle обязательно. Он сюда очень круто подойдет. Ну, все красиво, все мне очень нравится. Тушуется оттенок идеально, легко, непринужденно. Выглядит на глазу отлично. Мне не на что пожаловаться, знаете ли. Вот так вот. Мне кажется, здесь кончик надо еще больше убрать, потому что здесь она прям прямая такая, пщух. А здесь загибается. Да, как-то странно, несимметрично смотрится. Немножко пыль осталась на палетке вот фиолетового оттенка. Ну, он такой, немножко меловой, разбеленный, но при этом на глазу выглядит плотно и хорошо. Я далее набираю леденящую субстанцию просто на голое веко. Я думаю, протестирую ее и на голое, и на супербонд, наверное. Давайте пока посмотрим на него вот в первозданном виде. Ну что, мы готовы, дети? Ой, как красиво. Немножко острем кисти подтушевываю оттенок в складке. Я прям до внутреннего уголка наношу, потому что там он будет хорошо смотреться тоже в качестве акцентного оттенка. Очень красиво переливается на прозрачной совершенно подложке. Горит ярким пламенем прям. На внешнюю часть глаза наношу матовый оттенок. Все-таки я приверженна из того, что форма глаза должна выстраиваться только матовым, чтобы не ломать анатомию. Вот так уже получше. Посмотрите, как красиво дуохромет немножко в зеленцу. Ну как немножко, довольно ярко. Но основной цвет, когда смотришь просто в анфас, он, конечно же, голубой, по крайней мере. Вот у меня в зеркале он ярко-голубой, у вас зеленый. На кисть GS6 набираю кокетку плотненько. И на нижнее веко наношу. Я думаю, что все-таки придется сюда немножко тоже втушевать оттенок. Немножко их поженю в уголочке. Просто стушевываю друг с другом. Не добавляю свежего цвета. Посмотрите, как красиво они смешиваются друг с другом. Получается новый оттенок совершенно, который потрясающе здесь выглядит. Я не сторонник полностью матовой вот этой полоски на нижнем веке. Добавим просто поверх дуновения июня. Немножечко, ну так, чуть-чуть. На кисть пименовый GS5 натираю оттенок. И еще разочек наслаиваю леденящую субстанцию в уголок. Кажется, как будто прозрачный, да? Как будто там ничего нет. Вот на этом участке поворачиваешь, хоба! И все есть, оказывается. Эта палетка элементарная в работе, мне кажется. И здесь нет вот как с волком трудностей, что надо черный вытушевывать аккуратненько. Здесь вообще все просто элементарно и очень красиво, нежно. Какие украшалочки здесь, ну, короче, чудо. Мне очень нравится концепция. Я наслоила, кстати говоря, дуновение июня на нижний век. Посмотрите, как ярко, красиво он смотрится. Прям такая конфетка горящая, очень здорово. Прям не скажу, что это просто какой-то там рядовой сатинчик. Ну, потому что вот, горит же. И акцент красивый получился на нижнем веке. В общем, во! А теперь давайте наносить супербонд на этот глаз. И посмотрим, как ляжет на него лезнящая субстанция. Наношу супербонд тонким слоем. И на эту же кисть набираю. Набираю и переношу на глаз. Ой, ну да, как будто бы сильно поярче. Хотя, казалось бы, да, куда еще ярче. Мне кажется, что на этот глаз тоже надо как-то бонд нанести немножечко, легонечко. Сверху пигмент нашлепать, потому что ну вот так вот гораздо интереснее, правда ведь? Ну это, извините меня, ладно, все. Я умываю руки, ребят. Это что? Очень красиво. Очень красиво. Сколько эмоций было сейчас одновременно. Немножко наслаиваю чада, вот так вот прям под бровь, потому что он куда-то весь подсъелся. На фоне лезнящей субстанции, на бонд вообще, извините. Я не могу скромничать в тушевке, мне прям кажется, что ее мало. Так что я чуть-чуть добавляю. Здесь тоже хорошо выглядит без ничего, но тут же лучше, правда? Давайте посмотрим через зеркало, вау! Офигеть! Ничего себе, извините. Как под тушевку подходит, когда оно фиолетовое, правда? И что на глазу с бондом, что без, выглядит одинаково. Да, огромно ярко. Потрясающе просто. Я очень довольна, скажу я вам. Все-таки мне хочется попробовать сделать эту фигню с бондом. Ну, поднослоить чуть-чуть, ну не будет же, наверное, сильно плохо, да? Там никакого конфликта интересов не случится. Сейчас пришлепаю чуть-чуть. Главное не растирать, а вот пришлепать. Ну, это просто прелесть, ребята, мне нечего сказать. Я бы еще себе субстанцию нанесла, кстати говоря, под бровь. Давайте попробуем ее немножечко так это нанести. Ну, такую немножко пушистую кисть беру. Морфия М124, она плоская. Ну, не пушистая, но вы видите, да? Она как бы не такая, с иголочку прям. Мне кажется, можно ее как-нибудь аккуратненько стряхнуть еще вот так. И просто добавить здесь блеска. Мне кажется, его как хайлайтер можно нанести. Потому что подложка вообще прозрачная, да? Правда, в каких-то ракурсах как будто бы вообще ничего не нанесено. Я почти закончила макияж. Давайте пройдемся по продуктам, которые я сегодня использовала. Как я уже говорила, лайнер у меня фиолетовый от бренда Lamelle. К сожалению, уже не купить. Карандаш слизистый у меня, видите, такой пастельненький, розовый. Ну, как розовый, лавандовый, да? Вот он непосредственно оттенок называется Lavender, кажется. 0,14 карандаш от бренда RAD. Это бренд золотого яблока. Также у меня сегодня румяна от бренда Flower Nose. Посмотрите, какая это красота! Вообще, я просто в шоке. Потому что это, помимо того, что очень красивый, очень красивый продукт, это еще и классно выглядит на лице. То есть, я думаю, что это будет такая очень плохая пигментация, что-то будет с ним не то. Нет, все очень красиво. Такие прохладные, да, пыльно-розовые румяна. Посмотрите на упаковку вблизи. Это настоящая роскошь. Бренд, к слову, небюджетный. Продается на Алиэкспресс. У них есть еще официальный сайт. Я заказала с Алика. Но я покупала не в официальном магазине, потому что в официальном магазине 2 с чем-то 1000. Я купила в другом магазине на Алиэкспресс за 1100. Ну, как бы, ну, очень красиво. И я думаю, что это прям, знаете, даже вот чисто ради зеркальца. Ну, надо пленочку, конечно, отклеить, носить с собой в сумочке и прям открывать. И это прям роскошь, короче. Что у меня еще интересненького? Хайлайтер от Dube Cosmetics в оттенке Pink. Карандаш для губ Taupest от Lime Crime. И хочу на центр губ нанести один из трех блесков. Вот, не бледный. Но, наверное, вот этого точно нет, потому что он такой, ну, самый яркий, самый красноватый. Мне нравится, наверное, нижний данный конкретно образ. И вот теперь все идеально. Итак, что я сделала? Я вообще, когда уже начала видеть макияж с тональными, я поняла, что хочется добавить чуть больше оттенка кокетка в тушевку лавандовую. И, видите, я немножко усилила. Мне макияж очень нравится. Совершенно не в моем стиле, но в стиле этой палетки. То есть я чувствую вайб абсолютно этого Аксолотля. Как он, кстати, называется? Полное название. Смущенный улыбчивый Аксолотль. Вот я сегодня именно он и есть. Смущенный улыбчивый Аксолотль. Вот он, вот, пожалуйста, сидит. В общем-то, я образом крайне довольна. Это просто потрясающе. И вот так вот доохромит все это на глаза. Хайлайтер не стала себе делать лизнящей субстанцией, потому что я побоялась, что испорчу этим образ. Хрен знает, как бы он раскрылся на зоне скул. Я очень легонечко решила нанести просто коллектора доп. Стрелочки пыталась сделать максимально тонкие. И вроде бы получилось. Я прям выводила кончик кисточкой отдельно. Получилось так и задумала. Единственное, что у меня здесь формируется слеза. Уже, блин, полчаса я пыталась там как-то ее промакивать, но нет. Поэтому стрелочка здесь куция такая. Ну, тут немножко получше. Но, в общем-то, на самом деле, сейчас смотрю, как будто бы это вообще незаметно. Могла бы и не говорить, правда же? И вот наш макияж вблизи. По-моему, все чудесно, волшебно, потрясающе. Ну, без комментариев. С пониженной экспозицией вообще горит, конечно, субстанция просто потрясающая. Когда потемнее делаешь картинку, вообще супер. Ну что, я считаю, что первый блин вышел вообще не комом. Просто во, класс! И давайте посмотрим теперь, как выглядит макияж на камере мобильного телефона. Вообще, я поставила свет еще сбоку. Посмотрите, как красиво. У меня стойкая ассоциация с Лолой от Оденс. Только круче. Я с этим макияжем сегодня еще похожу. Как раз посмотрим на стойкость. Думаю, что все будет хорошо. Надеюсь, что все будет хорошо. Мои мысли пока что ничем не подкреплены. И сегодня какой-то мыльный пузырь такой, знаете, с отблесками голубыми, зелеными. Или какая-то пирожина. Господи, как красиво. Он еще и розы, видимо, отдает, да? Потрясающе. Так, видите, у меня слеза была, о которой я говорила. Поэтому там кусочек теней как будто бы и нет вовсе. И нижний век тоже красиво выглядит. Я считаю, что кокетка здесь вообще супер в тему. И не лишняя совершенно в палетке. Очень классно контрастирует. Для того, чтобы разбавить всю эту пастель, то, что нужно. И смешение оттенков тоже очень красиво получилось. Из чада и кокетки. При дневном свете все тоже очень красиво. Даже укладка на Dyson сегодня, посмотрите, какая роскошная, чудесная, прекрасная. Ну шо, это вообще за роскошь бутиков, а? Посмотрите, как классно мой маникюр на этой руке подходит к макияжу. Кольцо как подходит. Все, блин, просто. Сегодня прям потрясающий мэйч вообще в образе. Посмотрите на это. Ладно, все, я пошла. Тут на меня уже странно смотрят. И на солнце все тоже. Посмотрите, как дуахромит. Вообще. Видали такое когда-нибудь? Прошел час где-то. Все отлично держится, ничего не скатывается. Ну, я вижу какую-то, да, тенденцию к западаниям в складочки, как мы это называем, девочки и мальчики. Ну что, ребят, время полночь. Я иду умываться. Вот такой у нас результат. В общем, складочки видны. Скатывания как таковых я не вижу. Я думаю, что здесь реально лучше перестраховываться и наносить на припудренную базу, на какой-то супербонд, может быть. Ну, короче, у всех свои хитрости, достойкости. И лучше их здесь использовать в избежание всяких эксцессов, неприятных, потому что я не знаю, как это все поведет себя еще через часа 3-4. Знаете, что я подумала, что такие светлые оттенки теней, как в палетке смущенный улыбчивый Аксолотль, особенно классно смотрятся на загорелой коже, потому что они начинают сразу контрастировать и выглядят гораздо более яркими, что я и люблю как раз таки. Поэтому сегодня я хочу впервые в своей жизни нанести на себя автозагар. И сегодня у нас с вами на затесте будет вот такая вот водичка Face Tan Water от бренда Glow Me. От этого бренда я уже показывала вам как-то масло для губ. Итак, это вот такой вот флакончик с водой, который можно использовать как тоник. Просто протереть лицо и давайте почитаем инструкцию, да, на всякий случай. Способ применения. Нанесите воду на ватный диск, а затем протрите лицо, шею и зону декольте с помощью ватного диска. Для скульптурирования лица нанесите чуть больше средств на те зоны, которые вы обычно выделяете контурингом. Скула, линия волос и т.д. Загар проявится через 4-6 часов. Как раз таки я сейчас нанесу на себя все это дело. Пойду по делам, мне нужно по работе съездить по нескольким местам. Как раз часа через 4-5 я вернусь домой и мы с вами будем делать макияж на мою загорелую кожу. Также здесь написано, что для более мягкого оттенка добавляйте несколько капель воды в ежедневный увлажняющий крем. И это как раз таки то, что я сделаю. Потому что, во-первых, мне кажется, что с добавлением крема будет проще скользить средство. И мне, как человеку, который ни разу не пользовался, будет сильно проще распределить. Потому что я вообще ни разу этого не делала. И меньше всего мне бы хотелось напятнить. Я себе не очень доверяю. Кстати говоря, здесь распылитель просто вот как пшикалка. Но я думаю, что я сейчас возьму палитру. Выдавлю туда немножко крема. И просто все это разнесу по вот этой вот зоне. И, главное, руки тоже не забыть. Потому что будет очень странно выглядеть. Если у нас будет просто такой бюстик, да. Здесь квадратик и голова. Отлично. У меня на лице есть крем увлажняющий. Я без него жить не могу. Сейчас я сниму его с помощью тоника. Протираю лицо. И на палитру добавляю немного своего крема. Я делаю это именно для получения текстуры, с которыми будет проще работать. И теперь я добавляю несколько капель. Несколько это понятие растяжимое. Добавлю пять. Не знаю. Ну, посмотрю сейчас, как будет распыляться. Я сделала пять нажатий. С помощью шпателя я размешиваю крем и водичку. Растираю и погнали. Обязательно прорабатываем линию роста волос, чтобы не было такой кромки. Также я думаю, что не стоит упускать уши за ушами. И вот эти вот все места растягиваю на шею. Сейчас за кадром проработаю линию декольте. Это как-то неприличненько. Руки намажу и вернусь к вам. Я нанесла себе автозагар на все зоны, которые меня интересуют. И добавила еще немножко прямо из флакона на ватный диск. Он очень, кстати, легко распределяется. Я переживала, что будет, знаете, не скользить как-то. Но нет, видите, я нормально еще попшикала на себя. Короче, результат должен быть яркий. Да, не какой-то разбеленный, разбавленный. Нас это не интересует. Лично у меня план загореть так загореть. Потому что в Таиланде я вообще не загорела. Надо хоть сейчас оторваться. Время у нас сейчас 15.22. Через 4-6 часов должно все проявиться. То есть где-то в 9 вечера уже крайний срок, когда у нас будет максимальный достигнут эффект. Поэтому я к вам еще обязательно вернусь сегодня. Посмотрим, какой оттенокожи я приобрету. И сделаем красивейший макияж. Ребята, время сейчас даже не 9 вечера. 18.50. И посмотрите, пожалуйста, на меня. Я как будто бы прилетела с Мальдив. Но посмотрите на этот роскошный и богатый совершенно загар. Я в шоке на самом деле. Опять же, это мой первый опыт. И я очень переживала, что что-то пойдет не так. Пятны какие-то, да. Я очень пыталась хорошо все растереть. И как-то подойти к этому делу максимально ответственно. И результат меня просто поразил. Посмотрите, какой красивый оттенокожи. И вообще в целом, мне кажется, что вид стал более такой отдохнувший, здоровый. И я даже вот думаю, может быть еще завтра слой. Слегонца. Вот можно на линии загара сделать. Мне нужно еще съездить по делам. Я вернусь еще через часа три где-то. Посмотрим, добавится ли какой-то еще эффект. Потому что до шести часов, я насколько поняла, идет проявление оттенка. Так что посмотрим на меня еще чуть-чуть попозже. Мне кажется, что я стала еще немножко темнее. И думаю, что на этом именно основном цвете я реально остановлюсь. Но оттенок кожи очень красивый. То есть он не какой-то желтушный. Я честно признаюсь, я переживала, потому что у меня первый опыт. Я вообще никогда не пользовалась ничем, что окрашивает кожу. Я очень рада своему знакомству с этим средством именно в качестве своего первого. Потому что оно очень легко распределяется, дает красивый оттенок. А что еще нужно для счастья, собственно говоря? Завтра я при вас нанесу еще немножечко на вот зоны контуринга. На вот эту вот троечку, да, как Ким Кардашьян нам завещала. И проработаю. Ну, в общем, я уже вам все говорила. Что уж повторяться. Вот карточка товара на Валдере. Ссылку я оставлю также внизу в описании под видео. Если вы хотите приобщиться к загорелому сообществу, то я могу вам и смело рекомендовать это средство. Потому что, ну, вы сами видите результат. И он просто потрясающий. А теперь давайте накрасим это загорелое лицо. Блин, надо же тональный подобрать с нового оттенка. Ммм, как сложно. Ну, ладно, мы сейчас что-нибудь придумаем с этим. В принципе, у меня был тон, который я обычно разбавляла более светлым, потому что он мне не подходил. А кто знает, может быть, сейчас тот самый момент? Наконец-таки уже. А? Ну... Оооо! Жесть! Он мне как раз, походу. С помощью него сделаю себе очки из консилера. Ну, или из тонального, в нашем случае. Что-то я пожадничала на себя немножко. Не хватило даже на висок растушевать. Ребята, не могу поверить. Походу, этот день настал. Он мне подходит. Жесть. Также добавляю на веки, чтобы все было ровненько, красивенько. Вот так вот за 6 часов можно поменять оттенок кожи. Представляете? Офигеть можно. Для меня это до сих пор. Как будто какая-то уличная магия. Сегодня мы будем использовать оттенок улыбающееся солнцу. Если раньше он мог втушеваться мне в складку века и быть вообще невидимым, то сейчас мы его точно заметим. И знаете, что я сегодня думаю сделать? Оставить самое интересное на завтра, как завершающий макеш, а сегодня сделать просто малиновые смоки с оттушевкой оттенком улыбающееся солнцу. И на подвижный век и нанести оттеночек вот этот вот дуновение июня, кажется. Да? Я уже все забыла опять. Да, все правильно. Дуновение июня. Итак, первичную тушевку я буду делать оттенком улыбающееся солнцу. Беру кисть от Пименовой GS7. Набираю оттеночек. Он очень сыпучий, конечно. Вырабатываю его внутри воруса, пожалуй, слегка хотя бы. И начинаю... Брови не уложила, но ладно, как-нибудь потом это сделаю. Начинаю тушевать себе выше складки, потому что в складке у меня будет кокетка в перемешку с дуновением июня. То есть мне нужно, чтобы улыбающееся солнцу был оттенком, который выводит малиновый в кожу. Я люблю работать от светлого к темному. Посмотрите, как красиво смотрится. Я же говорила, на загорелой коже вот эти вот пастельные оттенки, это вообще нечто. Ну, конечно, вы от меня не увидите пастельных макияжей таких, где там что-то едва-едва. Но я правда люблю все вот эти вот каткризы, смоки какие-то огромные с оттяжкой висок. Я просто не могу. У меня рука не идет делать что-то там едва-едва. Это не мой стилек просто. Ну, прошу понять и простить меня, но говорю как есть. Мне нравятся оттенки в этой палетке. Я, безусловно, могу с ними сделать что-то красивое. Но просто мое красивое может отличаться от вашего. Я уверена, что и на белоснежках он будет выглядеть красиво. Но просто посмотрите на этот контраст. Если вы посмотрите на работы визажистов типа Пони Рома, да, моего любимого, конечно. Я каждый раз его упоминаю как самого такого коммерческого визажиста. Потому что у него правда работа, которую хочется вот примерить на себя. Вот для клиентов это идеальная история, мне кажется. Потому что все, что он делает, людям эстетически нравится. И они хотят, вот хотят такое на себе. Яркое хотят не все. А то, что делает он, это прям вот кладезь для визажиста. В общем, у него все модели, они со смуглым тоном довольно-таки. Потому что на смуглой коже реально все смотрится лучше. Это ни в коем случае не дискриминация в светлокожих. Ну просто, когда оттенок немножечко темнее, меньше просвечиваются венки. Все как-то сглаживается. Краснота меньше видна. Но это факт, как бы, да, и здесь нет смысла спорить, не соглашаться со мной, конечно же. Потому что это правда в последней инстанции, естественно. Ладно, я, конечно, сейчас немножко угораю, но совсем чуть-чуть. В каждой шутке есть доля. Ну, вы понимаете, короче. И теперь, что я делаю? Я беру кисть Китти от Небледной. Оттенок кокетка. Мы сегодня задали вопрос. Ну, не знаю, мне ли вообще задали его. Наверное, мне, как единственному обладателю палетки с эксалотлем пока что у меня в чате и в телеграм-канале. Как можно легко наслоить оттенок кокетка? Ну, как его можно максимально легко нанести? Такой какой-то был смысл вопроса. Я не ответила ничего, потому что я много думала. Нам в палетке дан оттенок. Вот такой вот. Он так задуман. Он задуман, чтобы быть такого цвета. То есть, если мы будем его растягивать, пытаться сделать его более прозрачным и как-то его видоизменять методом какой-то гипероттяжки, то, скорее всего, он не будет выглядеть так хорошо, как выглядел бы, если бы мы наисли его нормальной плотности. Потому что некоторые оттенки имеют свойство, знаете, как акварель, немножечко растекаться, быть какими-то немножко плешивыми, если их сильно тянуть. Это просто то, что я говорю, опираясь на свой опыт, да. Вот эти вот растягивания оттенков и попытки сделать из них то, чем они не являются, это ничего хорошего. То есть, нам дан вот такой вот малиновый цвет. Его можно нанести как-то чуть-чуть, да, подсмешать с другими оттенками, но в чистом виде он вот такой, какой он есть. И все. Так что я нанесла кокетку на кисть Китти и сейчас буду носить ее в складку и затушевывать в оттенок улыбающейся солнцу. Как он красив! Он, конечно, яркий, но как он красив! И посмотрите на совершенно потрясающий градиент, который получился между цветами, и как плавно и мягко все это ушло в кожу. Просто экстаз. Мне кажется, что можно вас приблизить, в общем-то, да? Макияж просто за два движения буквально. Можно оставить его вообще матовым. Тоже будет очень красиво. Но мы сегодня с вами здесь не для этого собрались. Тени просто элементарные в работе. И я даже не стараюсь. Добавляю еще оттенка улыбающейся солнца поверх. Мне хочется все-таки, чтобы он, ну, как-то заметно присутствовал, а не где-то там что-то вуально. Я набираю оттенок чада на кисть от Пименовой GS5. И хочу его нанести на внутреннюю часть глаза. Блин, наверное, надо было делать это после сияшки. Ну, ладно. Если что, потом добавлю сверху. Я хочу немножко градиентик сделать такой. Ну, что-то типа того. По-моему, красиво очень. Теперь я беру кисть за его 234. Натираю на нее дуновение июня. Плотненько, красиво. И на все подвижное веко наношу. Кажется, что с сатинчиком как-то повеселее, да, выглядит? Ну, оно такое гладкое, оно такое красивое. Это не вырвиглазное сияние, безусловно. Но я и не рассчитывала на него. Это просто такая... Хотела сказать, спокойно варится макияж. Но нет, оно не спокойно за счет именно оттенка яркого. И оттенок совершенно не дешманский. Хотя, вы знаете, такой барбинский розовый. Но сейчас выйдет фильм Барби. И розовый, ребята, будет просто в тренде. Как никогда. Я так предполагаю. Я не знаю, честно говоря. Дорабатываю внешний уголок. И надо подумать, что-нибудь с нижним веком. А хочу ли вообще нижние века делать? Такой вопросик есть. Может быть, а так оставить? Сделать вот эту вот линию графичную. И все. Мне нравится какая-то такая форма только на верхнем, а нижняя отдыхает. Это смотрится очень интересненько. Я так люблю делать. Макияж похож на оксалотли, в общем-то. Такая форма у него какая-то, да, обтекаемая. И сам он такой розовый. Ну, в общем, ладно. Надеюсь, что вы поймали мое настроение. Иначе то, что я говорю, звучит очень странно. Хочу наслоить пальчиком немножечко. Ну, так тоже очень неплохо, кстати говоря. Поярче будет, конечно. И наношу еще в качестве уже финального штриха. Может быть, не финального. Не знаю, что мне там еще в голову взбредет. У нас все-таки такая субстанция красивая есть, леденящая. Я просто не могу пройти мимо нее. Либо все-таки взять нескромную. Даже не знаю. Ну, может быть, чуть-чуть. Давайте добавим нескромную. Немножко. Капельку. Возьму кисть для стрелок от Шик, номер 13, которая. И добавим. Ну, куда? Давайте прям в самый уголочек поставим. Ну, я не нанесла плотно, поэтому как будто бы отдельные блесточки, да? Но очень симпатичные они, конечно. Я вижу их желто-зелеными такими. И, в общем-то, картину это никак не портит. Очень красиво дополняет. Вот такой вот незатейливый, простой макияж у меня получился. Но при этом он какой-то очень милый. И мне он, правда, нравится. Много осыпаний, конечно, потому что работаю я не очень аккуратно, к стыду своему огромному. Но мы их уберем. Скорее всего, добавлю какую-нибудь интересную подводку. И вернусь к вам презентовать финальный образ. Я просто пришла вам сказать о том, что мой консилер, который мне был темноват на полтона, он мне сейчас кажется очень светловат. Я так долго ломалась между какими-то цветными стрелками, думала, что бы за акцент сделать. В итоге достала свои стразы Сваровские, сделала себе просто такие уголки. Потому что, честно говоря, мне хотелось взять голубую подводку от ламели из коллекции Медуз, такую яркую, прям ядреную. И чем-то себе там нарисовать. Но рисовать я не умею, поэтому решила, что лучше наклей стразы. Стразы давно не использовала, они лежат, ждут своего часа уже годами. И, в общем-то, ну, что плохого в стразах? Стразы красивые, они всем нравятся, мне тоже очень нравятся. И, по-моему, здесь они очень симпатично смотрятся. Я вообще взяла россыпь какую-то совершенно разную. Там голубые, розовые, белые, вообще все, что только можно. В рандомном порядке их наклеила и получилось, что получилось. Время полвторого ночи, я дико извиняюсь, конечно. Это не оправдание и не отговорка. Но, сами понимаете, мозга немножко плавится в это время, поэтому имеем то, что имеем. Итак, я нарисовала себе внутренние стрелки розовые. Тоже лайнером от Lamelle. Сделала розовую слизистую. Это карандаш от Beauty Bomb. Далее я взяла карандаш для губ от Vivienne Sabo Le Grand Volume в оттенке номер 07. И поверх этого карандаша нарисовала себе губище. Губище у меня нарисовано, и сейчас скажу, чем. Это Supreme Gloss от Jeffree Star в оттенке T-Back. Вот, мне захотелось хотя бы губы акцентные сделать. Хайлайтер на мне сегодня в оттенке Star Surfer от Calidos. Румяна у меня кремовые из палетки Bloom от Наташи Деноне. И сухие какие-то. Я не знаю, какие румяна сухие. Может быть, никаких, кстати говоря, нет. Контур у меня от Rare Beauty в оттенке Good Energy. Вот такой вот коричневый, да? В цвет кожи, конечно же. Блин, какая красивая кожа. Вы посмотрите, а? Что за мулатка-шоколадка, ребят? Я до сих пор не могу отойти. На нижних ресницах фиолетовая тушь. Obelore Design в оттенке фиолетовым. Называется она Bad Doll. Я добавила больше сияния на внутренний уголок глаза. Ну, в общем-то, все. Немножко на нижнее веко под внутреннюю стрелку добавила фиолетового матового. Ну, он совсем немножко. То есть, я бы не вытягивала там дальше под нижним. Он просто в уголочке. Я не знаю, макияж, по-моему, он, ну, как бы информативный в плане обзора. То есть, мы с вами сделали складку оттенком улыбающееся солнцу. То есть, мы увидели, как он работает. Далее мы нанесли на все подвижное веко оттенок дуновения июня. Он, вот, смотрите, какой симпатичный сияет, так ненавязчиво. Я понимаю смысл его, но не всем нравятся какие-то супер яркие сияшки. И многие считают, что это не на каждый день. И вот кому-то, наверное, вот так вот нравится. Ну, я предполагаю, что для вот таких вот целей, типа, нанести на все подвижное веко, это все и здесь и есть. Кокетка прям тон в тон. То есть, это просто вот такие вот легкие смоки. Яркие, с одной стороны. Хотя, кстати, знаете, вот я смотрю на этот цвет, и он мне не кажется каким-то ярким. То есть, говорят, что палетка слишком яркая. Честно говоря, оттенок такой легенький. Наверное, тоже моя пробдеформация считает, что он легенький. Для кого-то это очень ярко. Но я не буду им пользоваться. Могу сказать вам так. То есть, для меня это сразу минус. Ну, в общем-то, мы с вами рассмотрели, получается, три оттенка. Кокетка, улыбающаясь солнцем и дуновение июня. Завтра у нас останется последняя сияшечка. Сделаем какую-нибудь красивую рамочку. Возможно, с использованием других цветов. Короче, еще есть чем заняться. А сейчас мы давайте посмотрим на этот макияж с камерой мобильного телефона. Красиво получилось-то, кстати. Враньем уладка. Жесть. И вот наш легкий сатинчик. Красивая сияшка на внутреннем уголке. Стрелочки сразу с Сваровски. И реснички цветные. Что мне еще вам показать? Наверное, можно было что-то придумать поинтереснее. Но я просто не знаю, что можно сделать такого прям необычного, классного. С этой сияшкой, с легкой вот такой. Надо было просто ее обыграть. И я сделала, как смогла. Нежнятинка, нежнятинка, конечно. В свете подъезда выглядит, конечно, поинтереснее немножко. Ну, такой получился на сегодня макияж. Давайте, скорее, переходите к следующему. Сейчас мы сделаем быстрый контур автозагара. Я уеду, часа через четыре вернусь. Как раз уже там все начнет проявляться. И доделаем последний макияж. Я возьму немножко, немножко, потому что я и так чувствую себя довольно темненькой такой, да? И замешивать я буду снова в свой крем. Я распределяю прям крем вот так вот ровно по палитре, чтобы туда просто прям пшикнуть пару раз средством. Опять пальчиком все распределить, и кисть я буду растушевывать. Я буду делать вот эти вот зоны, контур, и вот тут вот, пожалуй. Добавляю раз, два, три пшика. Все это стушевываю на палитре. Наношу на кисть. Вот, видите? И просто здесь мягко распределяю. Главное, без пятен, чтобы было, ребята. Это будет самое плохое. И могу еще чистой кистью вот так вот подрастушевать. Кистью, конечно, сразу потом нужно будет помыть, я предполагаю. Можно височки немножко притемнить. Вот эти вот зоны обязательно. Ну, короче, рисуем троечку вот так вот. И вот спускаемся сюда на шею, чтобы все мягко отушевывалось. И вытушевываю как бы, если что-то попало мне в зону под глазами, грубо говоря, да, чтобы не было у нас лишней темноты там, то я просто отсюда вытушевываю скуловую зону. Границы все подстираю. Весь процесс занял у меня меньше трех минут, и сейчас я удаляюсь по делам опять. Работа не ждет. Вернусь и посмотрим, что получится. Время сейчас 14.27. Увидимся часов в шесть. Пол седьмого, если быть точнее. Итак, время у нас чуть больше, чем планировалось. Почти восемь вечера. У меня был немножко затяжной сеанс игры в Diablo 4. Извиняюсь за задержку. Но, в общем-то, мне кажется, что у нас появились скулы, смотрите. Здесь немножко потемнее стало. Ну и все, в общем-то, больше мне ничего делать не хочется. Смотрите, какая симпатичная оттяжка здесь. Также я немножко проработала вот эту зону, чтобы лицо смотрелось чуть более таким молодым, да, и подтянутым, и натянутым на все места. В общем-то, ссылка на автозагар, как я уже говорила в описании, под этим видео. Мне кажется, что стоимость очень приличная за такой эффект. И расход, вот, пожалуйста, у меня за два дня ушло вот столько вот. Раз, два, три. На четыре раза еще хватит точно. Может быть, даже на пять. Если просто поддерживать эффект, а не прям мазаться им целиком, как я делала это вчера. В общем, я пока не знаю, сколько все это продержится. Но так как я снимаю видео почти каждый день, то вы будете наблюдать прям в процессе, как будет меняться оттенок моей кожи в дальнейшем. Итак, теперь давайте приступать к макияжу. Я сегодня взяла несколько вспомогательных палеток, потому что мне кажется, что все матовые мы уже рассмотрели довольно досконально. И чтобы немножечко разнообразить макияж, мне хотелось бы взять, возможно, какие-то дополнительные цвета. Оттенок нескромный будет у нас сегодня на всем подвижном веке. Я сделаю каткриз, нанесу его на клей для глиттера, чтобы посмотреть на него в максимально ярком его виде. Но я думаю, что оттенок улыбающийся солнце мы возьмем для базовой растушевки, то есть сделаем с помощью него форму, которую в дальнейшем будем забивать другими цветами. Я взяла сегодня палетку Love Notes, потому что она по своему вайбу похожа. Ну, немножко, да? Ну, согласитесь, похожа на Axolotl. Тут есть и лавандовый такой, он, конечно, тут немножко более яркий, чем в Axolotl. Также имеется такой персик. Ну, здесь, конечно, он не персиковый, он здесь больше... Ну, если посмотреть в общем, да, не вникать в детали, то вайб схожий. И я вот думаю, что-нибудь сегодня возможно взять отсюда. Также у меня есть палетка Retro Love, тоже от Beauty Bay. Здесь уже более яркие оттенки. И далее, визиар цветная на всякий случай, если понадобится какой-нибудь акцентик поставить, чтобы разбавить макияж. Если вдруг мне не хватит именно пастельных оттенков, то палетка Pastels от Beauty Bay тоже у меня есть. Она вот так вот выглядит. В принципе, ну, тут тоже, да, понятно, почему она зашла в эту группу. Такой наборчик у меня на сегодня получился. Я не знаю, что использую. Использую ли вообще, может быть, и нет. Это очень все непредсказуемо, знаете ли. Я думаю, что мы не будем затягивать. Давайте сразу брать оттенок улыбающийся солнцу и делать то же самое, что делали вчера. Даже не вижу смысла оставлять то, как я все это буду тушевать, потому что, в принципе, ничего нового вы сейчас не увидите. Я беру кисть от Pimenovay S8. А куда набрала пигмент, если я еще не сделала себе базу под те... Извините меня, пожалуйста. Сейчас вернусь. У меня, кстати говоря, есть вот такой тон от Fenty, оттенок 190. И, по-моему, он мне может подойти по цвету. Вообще вполне причем. Набираю на кисть и... Мне кажется, что это идеально. Посмотрите, как красиво он смотрится. На моем новом оттенке кожи. Но этот тон увлажняющий, поэтому я не стану наносить его именно на подвижное веко, потому что у нас там будет сияшка. И хотя под ней будет клей, я все-таки не рискну наносить, чтобы избежать каких-то заломов, скатываний нежелательных. В общем, мы знаем, как это может быть, да, из палетки с волком. Кто еще, кстати, не смотрел, пожалуйста, подсказки наверху на экране. Будет видео, там я тестировала хроматик скандальный, который у всех скатывался двумя разными способами в нанесении. Один раз он скатался, второй раз вообще нет. И в этом ролике вы сможете узнать, что можно попробовать сделать, чтобы он продержался максимально долго. Мне кажется, что этот тон мне просто идеально подошел, даже, возможно, лучше, чем вчерашний. Я чуть-чуть наношу его на неподвижное веко под бровью. Видите, само подвижное у меня голое. И я наношу базу от Inglot. Я сейчас решила ей попользоваться какое-то время. Она неплохая, в общем-то, но, конечно, Urban Decay для меня топ-1. Я просто решила позаканчивать, пытаться, по крайней мере, позаканчивать то, что у меня есть. У меня как будто бы из-за вчерашнего мейка до сих пор не смылась вот розовая слизистая. Она у меня между ресничками застряла, хотя я хорошо промывала и дуфаской, и гидрофилкой, но немного след все еще есть. Теперь беру кисть от Пименовой, на которую уже нанесла улыбающееся солнце, и широким движением тушую. Не хочу мальчишить маленькими кистями, потому что все равно наношу обширно просто для выстраивания формы. Скорее всего, этого оттенка вообще впоследствии будет не очень-то и видно. На нижний век тоже наношу. И теперь давайте посмотрим на оттенок нескромное и подумаем, что красиво будет нанести в затемнение улыбающееся солнце. Из других каких-то палеток, возможно. Я вижу здесь шифт розовый, бирюзовый, голубой и золотистый. Очень многогранный цвет. Ярче всего он вот так вот блестит золотом. Далее начинается всякое... ух, преломление. Ну он прям, конечно... Так, давайте поставим источник, еще один. И вот, видите, он морозно-голубой, золотой, с розовой базой. Я думаю, что красиво будет добавить какой-то фиолетовый оттенок в складку, но не чада, а что-то более пигментированное. Ну, я бы обратилась в палетку Love Notes. Love Notes ли? Мне кажется, что палетки, которые я взяла, они не имеют в себе какого-то такого фиолетового оттенка. Потому что вот это вот нам в затемнение тоже не пойдет особо. Потому что я хочу сделать именно каткриз, да, чтобы прям сияшку рассмотреть. Потому что матовые уже исчерпаны, да, всю информацию о них необходимую я уже знаю. А вот из сияшки хочется вытащить максимум именно каткризом. Поэтому мне нужно сделать темную обводочку в складке, чтобы красиво вырезать века. Ну, кстати говоря, мне нравится фиолетовый из палетки Odense Eye Intoxication, который... Также у меня есть на реме еще тут в столе. Но здесь фиолетовый, он совсем не такой, как мне хотелось бы. Еще есть такая палетка Serpent от Mica Beauty Shop и Martins Makeup. Кстати, здесь фиолетовый хороший. Он не очень яркий, но при этом такой, ну, достаточно темный. Давайте возьмем его сегодня. Я беру кисть Kitty от Небледной. Набираю теночек. Я ни разу не пользовалась, поэтому для меня сейчас тоже будет сюрприз, как и для вас. Я чуть-чуть взяла и иду с внешнего уголка. Поднимаю еще выше оттенок улыбающейся солнца. Потому что маловато мне его. Я хочу, чтобы он был виден. Но фиолетовый пока что его немножко перекрывает. Я очень аккуратно работаю, тоненько наслаивая, чтобы не накосячить то, что я не знаю, что из себя те не представляют. И лучше я 200 раз обмакну кисть в рефил, чем сразу поставлю себе красивое, не тушующееся пятно. Кстати говоря, подошел бы еще фиолетовый из палетки с павлином от Тами Танука. Я просто еще сейчас сижу и пытаюсь параллельно думать, какие оттенки именно из Тами хорошо сюда зайдут. Как видите, я во внешний уголок наслаиваю максимально плотно цвет. И все выглядит чистенько, очень мягко. На нижний век также сразу наношу. Внутри моей выстроенной формы я делаю все те же самые движения. В кисти GS7 я еще раз прохожусь вокруг фиолетовой формы, улыбающейся солнцу. Я хочу подсмешать эти два оттенка на границе, чтобы получилось чуть-чуть понежнее. Я думаю, что они скромные, сюда будет красиво. Теперь приступаем к вырезанию каткриза. Остатки моего клея для глиттера от NYX. На плоскую синтетическую кисть набираю оттенок в нескромное. Переносится он хорошо. И приклеиваю. Ну, по-моему, это вау. Внешний угол прорабатываю кистью поменьше. Еще немножко фиолетово-матово. По-моему, потрясающе красиво выглядит. И хочется, конечно же, посмотреть в зеркало. Но давайте оставим это до момента, когда весь макияж будет закончен. Ледяную субстанцию и до новенья июня мы уже тоже рассмотрели в полной мере. Поэтому я предлагаю для нижнего века и внутреннего уголка взять какой-нибудь пигмент из новой коллекции. О, у меня, оказывается, есть пигмент нескромный. Я предлагаю сделать финт ушами и нанести россыпи на второй глаз. Как вам такая идея? Да, конечно, с этим макияжем будет уже не так приятно выйти куда-то прогуляться. Потому что, скорее всего, разница будет видна. Но надеюсь, что она будет не настолько критична, что придется смывать макияж перед выходом из дома. Хотя, в общем-то, даже если они будут разные, то мне все равно. Я нашла пигмент безусловный идеал. Уже вскрыла его. И он выглядит так... Кошки носятся, как какие-то слоны. Просто это ужас, извините меня. А пигмент выглядит, как нечто розово-фиолетово-голубое с зеленым отблеском гречка. Что тебе надо? Нет, мы сейчас не будем играть с тобой. Я работаю. Давайте нижний век оставим на самый последок. Пока что сделаю себе второй каткрис. Так, я беру пигмент нескромный. У меня уже каткрис с клеем нанесен. На эту же кисть, которая носилась яшку, только обратной стороной чистенькой. Наношу пигмент и прикладываю. Так, ну разница видна уже сходу, честно говоря. Ну, хотя ладно, не так все плохо. Слушайте, ну в общем-то, я думаю, что на улицу так выйти можно. Не критично выглядит разница. Скажите, ну есть что-то не то, но плюс-минус одно и то же. Очень красивый пигмент. Ну и пресс тоже классный вообще. Все, вот, супер класс. И теперь мы наносим на нижнее веко. Конечно, грязь под глазами, да, несопоставимая. Здесь почти ничего, ну, две какие-то блесточки, да, ну вот я вижу, они есть. Здесь, ну, это издержки, извините. Наношу клей на внутренний уголок. Оттягиваю немножко в нижнее веко. Ну, все, как мы любим с вами, короче. И пигмент, который называется «Безусловный идеал». На кисть от шик номер 13 я наношу и приклеиваю. Вау, вот это сияние. Наверное, надо было сначала снять осыпание. Вот не скромный, но я до этого не додумалась. Безусловный идеал, прям такой пигментик, говорящий за себя. Он, правда, идеальный. Он яркий, искрящийся, очень красивый. И с той подога еще будет доохромить, как не в себя, потому что он что у нас? В баночке один, на глазах вообще другой. Поэтому посмотрим на него в разных освещениях. Вот это вот все. Мне нравится. Внутреннюю стрелочку сделаем, внешнюю стрелочку. Красиво оформим лицо и будет прям загляденье. Итак, я дополнила макияж коричневыми стрелками. Для этого взяла подводку от «Инглд в шайбе» в оттенке номер 69. Ну, в общем-то, мне и хотелось сделать стрелку, но чтобы она не была черная, потому что все-таки мейк у нас такой, ну, нежненький, можно сказать, наверное. Хотя и яркий довольно, да. Я наклеила очень маленькие реснички, вообще самые маленькие, которые у меня были. И сделала тоже такую стрелочку, которая вроде есть, а вроде ее и нет. Она, короче, такая. 50-50. Далее у меня карандаш для губ от «Шик» в оттенке «Флоренс». И в центре губ у меня помада от «Небледной» в оттенке «Верри Берри». За моей спиной сидит кот по имени «Хлор», который очень хочет... Чего ты хочешь? Кушать, наверное? Кушать? Поняла, что я никуда не собираюсь пока что. Через 10 минут мама сейчас запишет видео, и мы пойдем покушаем. Хорошо? Спасибо за терпение. Окей? Тут уже пятеро, если что, стоит около меня. Как акулы вот так сейчас будут курсировать, на спинку прыгать. Короче, будут развлечения у нас с вами. Давайте посмотрим на наш пигмент через зеркало. Итак, вау, ребят, посмотрите, фиолетовое и голубое, так оно розовое с зеленым. Ну, короче, все цвета, которые только могут быть вообще. Я считаю, что рамочку мы сделали красивую. У нас оттенок из палетки «Серпент», но это может быть любой фиолетовый оттенок. Или не фиолетовый, это может быть ярко-розовый, например, кокетка из «Аксалотля». Можно просто коричневый взять, да, чтобы было менее пестро. Но мне понравился вариант с фиолетовым оттеночком. Я считаю, что он здесь в тему. Палетка, я не считаю, что она прям супер самостоятельная. По крайней мере для меня, потому что я уже неоднократно говорила, что, к сожалению, пастельные все темы, они немножко, ну, не в моем настроении. То есть я считаю скучно нанести просто розовый пастельный оттенок и сияшку, да. Вот как мы вчера сделали, для меня это как-то, ну, типа, так. Даже если сияшка очень красивая, то все равно мономакияжи мне не очень нравятся. Я люблю затемнять, углублять, стрелки рисовать, короче, вот это вот все. Поэтому лично для меня Чадо, например, совсем не самостоятельный оттенок. Для него нужно затемнение, и кокетка подходит палетке для этого просто идеально. Ну, кокетку мы уже и в хвост, и гриву, да, и в первом макияже, и в втором посмотрели. Поэтому хотелось сегодня чего-нибудь эдакого. Я сейчас просто оправдываюсь, чтобы вы понимали, почему я взяла оттенок сторонний какой-то. Но в обзоре с волком я говорила, что теперь я буду делать вот так вот, потому что мне так хочется. И какие-то сторонние продукты теперь будут использоваться в обзорах каких-то палеточек небольших. Да, если палетка большая, то, конечно, лучше уж там ковыряться, да, как-то вот только в ней. А если там всего шесть цветов, и половина из них матовой, половина сияшки, то ничего такого в том, чтобы задействовать еще другие цвета, я не вижу. В общем, да, закончили с этой темой. Пигмент на нижнем веке я не посмотрела через зеркало. Он не как-то сильно дуохромит вроде бы, да, он голубой, а так он золотой. Ну, тоже что-то есть, безусловно, но не супер как-то это видно бросается в глаза. Дуохром на глазу с россыпью и на прессованном глазу, да, он одинаковый абсолютно. Я даже забыла, что у нас разные форматы оттенка нанесены. Это у нас россыпь, это у нас пресс. В россыпи я вижу, что просто более ярко горит золотым цветом. Видите, здесь блик такой же по оттенку, но яркость немножко не та. Но в принципе, настолько удобный прессованный формат, что для меня вот этот вот небольшой разброс в яркости, того, как горит оттенок, он не играет роли. Мне проще удобства, чем вот этот вот микроблеск какой-то дополнительный. И еще, конечно же, я вставила красивые серые линзы в глаза, да, мне кажется, что это здесь в тему. Хайлайтер у меня на скулах это Stripper Magic от Jeffree Star. И больше ничего прям суперинтересного у меня на лице нету. В общем-то, обо всем, получается, рассказала. А теперь давайте посмотрим, как выглядит этот макияж с камерой мобильного телефона в разных освещениях. Трется об меня голодный. Так, давайте смотреть на перелив. Это у нас пигмент рассыпчатый, это прессованный. Вообще, разницы в свете никакой. Я помню, что где-то была разница между прям прессованным и рассыпчатым форматом. Именно по оттенку, а здесь идентичный, я бы сказала. То есть, если бы я не знала, то навряд ли бы вообще подумала, что что-то не так, что-то отличается. Немножко накапало веснушками, поэтому какие-то пятнышки там есть, но не критично. Давайте посмотрим под лампочкой сбоку. Вот зеленушечка, голубиночка. Пойдемте в подъезд теперь. Блин, какая же ужасная камера на 14 Pro Max. Это жесть. Все вообще поры, даже которых нет, видны. Что такое? Придумали, блин, четкую камеру. Очень красивый многогранный хроматик. Он реально по чуть-чуть переливается вообще всеми цветами, мне кажется. И за счет этого он очень универсальный. Вообще, почти под любую тушевку подойдет. Короче, ребят, время 2 часа ночи. Мы едем в автобусе домой. Я спросила Мишу, на каком глазу пигмент рассыпочный, как он прессованный. И он сказал, что здесь выглядит... Я думаю, что прессованный, значит, плотнее, значит, больше. Короче, он сказал наоборот. Думал, что если прессованный, то на все больше блесток. Поэтому сказал, что... Да-да, все правильно ты говоришь. Я спросил, что здесь рассыпчатый, а здесь прессованный. А, здесь больше блесток? Да. А, вот здесь больше блесток и здесь рассыпчатый как раз. А здесь прессованный, здесь типа меньше. И разница большая прям. Ну, мне глазами разница большая. На камере не так видно. Но очень красивый. Он, смотри, он и голубо-зеленый. Я не красивый, но на камере... Камера воспринимает отображение света по другому. Короче, Миша говорит, что здесь сильно ярче. Ярче, но плохие. Ну, конечно, там прям кисточкой так шлеп-шлеп-шлеп, а здесь мась-мась-мась. И сейчас по традиции у вас на экране будет коллаж со всеми макияжами из этого ролика. Я прошу вас в комментариях проголосовать за тот, который понравился вам больше всего. Это будет прекрасным проявлением активности под этим видео. И я так пойму, что они вам интересны. И, возможно, буду снимать их больше. Хотя я хотела, конечно же, уйти от этих обзоров. Просто длинных каких-то. Ну, три макияжа это... Ну, не то, чтобы очень длинный обзор, но все-таки на него затрачивается не один день съемок. В отличие от других роликов, которые я сейчас снимаю, больше. Но если на этих роликах будет большая активность, то, конечно же, у меня не останется оба, кроме как снимать больше подобных видео. Друзья, еще забыла подснять момент с лампочкой, чтобы увидеть перелив, как он есть. В общем, вот, смотрите, как красиво голубинка проскальзывает. Она такая прям, да, контрастная. То есть здесь желтый блик теплый, а здесь такой бац и холодный. Это очень классно смотрится. А теперь давайте поговорим, в общем, о палетке смущенной улыбчивой Аксолотль. Итак, я хочу сказать, что, конечно же, она мне понравилась, да? Начнем с этого, с самого очевидного. Я бы купила ее даже не столько ради матовых, сколько ради сияшек. Потому что лизнящая субстанция, которая была в первом макияже, это потрясающе красиво. И она дуахромет из голубо-зеленого в розово-фиолетовый. И этот оттенок дуахромет из золото-зеленого в розово-голубой. И это все так красиво. Я обожаю вот эти все дуахромные сияшки. Они очень нежные в этой палетке. Они вообще подойдут не только под данную цветовую гамму, а под что угодно. А в качестве акцентов темные смоки. Или сделать ими вообще все веко без ничего. Ну, то есть это будет красиво в любом случае. Но и матовые в этой палетке, конечно, тоже заслуживают внимания. Потому что по всем своим характеристикам они прекрасны. Они хорошо тушуются, они хорошо пигментированы. И они друг другу подходят. То есть в этой палетке все довольно логично. Лично я вижу здесь классный пастельный оттенок чада. Оттенок для складочки, который сегодня мы с вами носили. И вчера тоже. И затемняющий их оттенок кокетка. Но также кокетка работает и в соло. Она хорошо растушевывается в кожу. И с ней все супер. Мне в этой палетке абсолютно не к чему докопаться. Ну, как бы и не хочется особо, да. Единственное, что до новенья июня, это... Мне кажется, это такой компромисс, знаете. Это красивая сияшка, которую, скорее всего, из этой палетки... Мы будем все использовать реже всего. Но согласитесь, что если бы бренд добавил еще один экстра оттенок, то, скорее всего, возмущений по поводу стоимости было бы еще больше, да. Ну, как бы... Я читаю у группы Там и Танука и вижу, что там происходит, и что там пишут, и что порядка дорогая. Да, но дороже, чем Волк, например. Потому что в Волке один экстра оттенок. Здесь их два, и они оба очень красивые. И поэтому стоимость такая. То есть все абсолютно логично. И если бы добавили третий экстра оттенок, то, скорее всего, руганий было бы еще больше. Поэтому этот оттенок, это, я считаю, компромисс между тем, чтобы сделать еще один экстра задорого, и еще один матовый, который, в принципе, ну, возможно, здесь уже не нужен, потому что, в принципе, здесь есть уже какая-то сетовая история. Здесь есть три разных оттенка, которые можно сделать. Мономакияж можно их совмещать, и все очень классно. В общем-то, да, я понимаю, чем руководствуется бренд, когда делает вот такой вот один оттенок. Но он, в принципе, и неплох. Он красиво вчера блестел едва-едва на подвижном веке. Но, конечно, это просто не мое, скажем так. Поэтому я к нему отношусь, ну, как к данности, не иначе. Для меня лично общего вида палетки он не портит. Поэтому, ну, как-то так. Если, в принципе, взять серию Экз у Тами, то в каждой палетке, как я уже говорила в этом ролике, есть один вот такой вот рефил, который, ну, есть и есть. Ок. Я не прокрасила черным слизистую. А с наклеенными ресницами это смотрится очень плохо, между прочим. Никому не советую так оставлять. Кстати говоря, в слизистые нижние у меня краска от бренда P.L.E. в оттенке Ибица. Краска там прекрасно держится. Она очень яркая. Наносится прям с одного свайпа. И ее очень много, поэтому можно окрасить примерно миллион слизистых, мне кажется. Кстати говоря, розовый оттенок на губах немножко спорный, мне кажется, в данном мейке. Потому что, ну, так довольно насыщенные, розовые губы. Ну, это очень спорный вопрос, но мне норм. Средняя палитра стоит 3 900, мини-палитра стоит 2 400. И я куплю себе средний формат, конечно же, потому что мне так спокойнее. Я люблю, когда у меня в дубле лежит одна палеточка и просто греет мою душу. Потому что если уж мне очень приспичит накраситься каким-нибудь хроматиком, то я могу вымазать его в ноль, открыть новую палетку и пользоваться им дальше. Что я хочу сказать еще, так это то, что на Boost этот ролик был доступен 22 июня вечером, до старта продаж палетки. И у себя в Телеграм-канале выкладываю все анонсы выхода роликов на Boost, на Ютубе. То есть там все можно узнавать в первую очередь. Ссылка на мой Телеграм-канал и на Boost будет в описании под этим видео. Сейчас прошло 5 дней с выхода ролика на Boost. И вот он доступен на Ютуб. Так что, если вы хотите поддержать канал и получать доступ ко всем роликам в первую очередь, то я вас призываю подписаться на мой Boost. Помимо раннего доступа для второго тарифа также есть эксклюзивные видео. И на третьем тарифе раз в месяц проходит стрим в формате видеозвонка, где мы просто с видеосвязью или кто-то без видеосвязи болтаем, обсуждаем что-то, я сижу, крашусь, в общем-то все проходит в очень ламповой и уютной атмосфере. Если видео вам понравилось, оно было вам полезно и интересно, то, пожалуйста, поставьте на него лайк, напишите комментарий любого формата. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока!